Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о писателе, коллекционере, театральном режиссере и драматурге Илье Рудяке. В самом начале 2000-х годов в книжном магазине «Москва» на Тверской я купил сборник рассказов под названием «Мы здесь и там». На обложке было указано имя автора Илья Рудяк, которое в тот момент мне было незнакомо. Но на обороте в качестве аннотации были приведены слова одного из моих самых любимых писателей Владимира Войновича. «Илья Рудяк», — писал он, — «обладает тремя несомненными качествами — талантом, чувством юмора и неуемной энергией. Этого было достаточно для того, чтобы я тут же направился к кассе». Вот так началось мое поначалу заочное знакомство с этим удивительным человеком. Много лет спустя, когда я уже перебрался в Канаду, один мой знакомый, узнав, что я хочу отправиться на лонг-викенд в Чикаго, сказал, «Обязательно постарайся увидеться с Ильей Рудяком. Он может многое тебе рассказать и об истории эмиграции, и о книгах, и о музыке». Едва прозвучало это имя, я тут же вспомнил купленную 15 лет назад книгу и без долгих раздумий согласился. Так, в апреле 2016 года я оказался в гостях у Ильи Рудяка и его жены Ольги. Илья Эзрович оказался человеком открытым, светлым, невероятно доброжелательным и очень теплым. Его огромный дом был в буквальном смысле переполнен книгами. Мы провели тогда три дня в этом гостеприимном доме, и Илья Эзрович очень много рассказывал о встречах с Ильей Эренбургом и вдовой Соломона Михойлса, о сотрудничестве с Владимиром Высоцким и Кирой Муратовой, о дружбе с Евгением Евтушенко и Виктором Некрасовым. Все это время я только слушал, фотографировал и делал редкие заметки. Отвлекаться ни на что не хотелось. Мы договорились тогда, что я приеду снова со съемочной группой, чтобы снять большую программу. А может быть и не одну, потому что Илья Эзрович был настоящим кладезем историй. Чего стоит только его рассказ о чемодане Соломона Михойлса, подаренный ему вдовой театрального режиссера. Сегодня этот артефакт хранится в архиве еврейской истории Леонардо Балаватника. В общем, расстались мы, довольные друг другом, и рассчитывали, что новая встреча не за горами. Однако человек предполагает, а Бог, как известно, располагает. Вскоре после моего отъезда у мастера обострился старый недуг, который начал прогрессировать и 1 мая 2020 года Илья Рудяк ушел в лучший мир. Но я продолжал поддерживать контакты с его женой Ольгой и не оставлял идею снять программу, посвященную этому человеку. Наконец, дождавшись отмены ковидных ограничений, летом 2022 года я вновь отправился в Чикаго, где записал большое интервью с Ольгой Рудяк, а также получил от нее массу архивных материалов, которые и позволили мне сегодня представить вам эту программу. Илья родился практически накануне Второй мировой войны. Родился в 1939 году в маленьком еврейском местечке Джурин на Украине, в Венецкой области. Родителей он обожал. Он был младшим из четырех братьев. В то время их было еще четверо, этих братьев. Один умер в детском возрасте, и Илья вспоминал, что соседи говорили, что Бог забирает к себе самых красивых и самых невинных. И так это у него осталось в памяти. Мать его была женщиной очень умной, очень острый на язык, очень остроумной. Она была дочерью известного в своем местечке цадика, мудреца. Отец был человек более простой по происхождению, поэтому там в семье считалось, что это был мезальянс. Но отец был необычайно добрый человек, очень скромный, очень доброжелательный ко всем. И имя его, Илья всегда говорил, что он его имя ценит. И это имя отражало сущность отца. Его звали Эзра, а Эзра на древнееврейском, на гибру, означает помощь. В детстве его звали Люсик, но когда он уже вырос и стал преподавать, он настаивал, чтобы его все звали Илья Эзрович. Эзра наявлитель, значит помощь. Мой отец полностью соответствовал этому. Голодным в 46-м году, я вспоминаю сразу после гетто, у нас было очень много голодных людей, я был в том числе. Но вот мой дед и отец собирали хлеб в местечке. Они ходили по богатым домам и просили поделиться хлебом с голодными. И вот я вместе с ними ходил по этим домам. Я это очень хорошо помню. И поэтому я горжусь отчеством. И мне приятно, когда имя моего отца тоже звучит вместе со мной. Должен сказать, что это даже не помешало мне моей службе. Я преподавал режиссуру, мастерство актеров, училище. И студенты великолепно выучили мое отчество. Я их, правда, заставил. А потом они прекрасно мне говорили Илья Эльзович. Илья закончил институт культуры в Харькове и приехал в Одессу преподавать режиссуру и актерское мастерство в культпросветучилище. И поскольку он всегда был очень увлечен тем, что он делал, увлечен театром, его очень быстро, несмотря на его национальность, на пятую графу, его очень быстро продвинули на должность заведующего кафедрой. Как-то раз к нему в кабинет зашла женщина, типичная одесситка, с большим свертком каким-то газетным. И попросила, чтобы Илья помог ее сыну поступить в культпросветучилище. Он мечтает быть актером и режиссером и хочет получить такое театральное образование. И вот в этом свертке она принесла Илье кучу денег. И Илья сказал, что если он мальчик талантливый, он поступит. И Илья позаботится, чтобы он поступил. Деньги не нужны, потому что если он не талантливый, деньги не помогут. Так что он этот сверток ей дал обратно. И мальчик поступил. Действительно был талантливый мальчик. Это был Осик Йосиф Рельфий Гауст, который сейчас знаменит один из самых крупных режиссеров московских. Он приезжает в Америку время от времени. Он бывал у нас в Чикаго, вспоминал, как Илья ему дал путевку в театральную жизнь. Но история такая. Илья, как я уже упомянула, от своего отчества никогда не отказывался, хотя два его брата старших поменяли. Один стал Эдуардовичем, Константин Эдуардович, как Циолковский, а второй Семен Александрович. Илья остался, Илья Эзрович. И он начинал каждое свое знакомство с новыми студийцами в культпросветучилище, с того, что он говорил, меня зовут Илья Эзрович. Повторите, Илья Эзрович, повторите еще раз и еще раз, пока все не усваивали, что его зовут Илья Эзрович. С этим отчеством у него часто бывали смешные истории, потому что студийцы иногда, подписывая ему открытку, скажем, на Новый год, однажды написали «Дорогой Илья Вейзмирович». И так мы подозреваем, что это был Осик Рейхельгаус, который стал самым бандитским, самым хулиганистым из его студийцев. Он был почти что неуправляем. Наверное, только Илья Эзрович мог с ним справиться. Только Илья. И были другие истории с его отчеством. Как-то Илья выступал на творческом вечере в университете в Одессе. И большая афиша с объявлением моего выступления. На ней писалось «Рудяк» и «Г». Но вот это «Г» было очень интересным, потому что мы о нем помнили. Илья и я помнили во время всего выступления, что что же это за «ИГ», почему это «ИГ» вместо «ИЭ». И когда мы потом у строителя спросили, а почему «ИГ»? он говорит, ну как же, это «Илья Гейзерович». И они на полном серьезе думали, что так его и зовут. Вот такие истории с отчеством бывали. Когда наступила война, это местечко, в котором жила семья Рудяков, оно оказалось под румынским гетто. И об этом гетто у Ильи остались и свои какие-то воспоминания, потому что он прожил в этом гетто где-то с двух лет до пяти лет. У Ильи было замечательное качество характера. Я бы сказала, что он был счастливым человеком по характеру. Он помнил только хорошее. Он никогда не помнил плохое. И вот из своей жизни в гетто, в памяти его, в его рассказах, в его эмоциях оставались только самые светлые моменты. Он вспоминал, как он бежал от речки к домой. Он вспоминал, как он с холма какого-то смотрел на зеленые поля вокруг. Он гордился тем, что у них был один из самых лучших каменных домов в этом местечке. И этот дом был разбомблен буквально в первые же дни войны, когда немецкие истребители, бомбардировщики пролетали над Джурином, сбросили бомбу. И в то время как вся семья бежала на кладбище, так было принято у евреев, если надо было укрываться от опасности военной, они бежали на кладбище с белыми простынями накрываться. Бабушка его отказывалась убегать из дома, выходить из дома. Она должна была выпить свой чай с вареньем обязательно. И первая же бомба, которая упала на Джурин, разбила их дом. Бабушка была убита. Но семья спаслась. Остальная семья спаслась. У них в доме было очень много книг. И буквально с этого двухлетнего возраста Илья уже прикипел к книгам. До пяти лет я разговаривал на маме Лоши, на языке мамы, иниш. В 44-м году, когда наше гетто освободило Красную Армию, я впервые услышал русский язык. Затем я пошел в украинскую школу и довольно хорошо изучил украинский. Идыш, мы продолжали разговаривать на Идыше дома, иногда с друзьями, с школьными товарищами, но не в школе, конечно. В лет 11-12 наш Рэбе, местечки, Эршел Каральник, подарил мне пятикнижей Моисеева на Идыш с параллельным переводом на русский. Вот по этой книжке, по Торе, я выучился читать. Время было сталинское, афишировать это было абсолютно опасно. Но я запомнил эти ойсес, эти буквы на всю жизнь. Он водил пальчиком по строчкам Томика Гёте на немецком языке и читал, якобы читал эти сказки. Такое у него было воспоминание. Он это, очень много из этих своих воспоминаний он описал в своей книжке «Гёте в гетто». После окончания школы молодой человек окончил культпросвет училища в Харькове, а в дальнейшем перебрался в Одессу, где поступил на должность руководителя студии киноактера, организованной при Одесской киностудии. Он принес туда и свои знания, свой охват культуры и большую требовательность к тем студийцам, которые приходили туда заниматься. Он отбирал очень тщательно абитуриентов. Илья открыл талант Ларисы Удовиченко, которая сейчас одна из самых знаменитых актрис в бывшем Советском Союзе. Она была такая красивая, тоненькая, худенькая, хрупкая, изумительная девочка, когда она пришла к Илье в студию. Илья поставил один из спектаклей, у него был по японскому автору Токубоку. Илья сделал композицию из его японских классических трёхстишей и пятистишей. Она играла роль убегающей ручей. Такая была роль. Среди моих учеников есть четыре народных артиста. Это Лариса Ловиченко, это Иосиф Рахильгаус, который сейчас народный артист, профессор, главный режиссёр театра современной пьесы. Это Юрий Стоянов, это Олег Школьник и других очень много моих учеников в театрах страны всей России и Украины. Высоцкий очень много времени проводил на Одесской киностудии, когда там снимались картины с его участием. Так получилось, что это было в то время, что Илья уже работал на киностудии. Никаких особо скандальных историй я никогда не слышала. То есть это были рабочие истории. Естественно, что для Ильи это было очень интересно и очень творчески просто такая подпитка творческая была. Была Марина Влади там тоже. Так что и с Мариной, и с Высоцким они были знакомы лично. Высоцкий работал всегда на износ и никогда не жаловался. Дамы, господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестный. Затвори, Господь, хоть пятьдесят, одесс, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывало королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. И я вам скажу, что у Ильи ассоциации работали совершенно непредсказуемым образом и очень интересным образом. Уже когда мы были здесь, наш первый домик был крохотным домиком на очень большом участке, очень красивом участке земли. И как-то раз к нам пришел с предложением на продажу этого участка архитектор и строитель, который хотел скупить три рядом стоящих участка и вместо трех домов на этом участке построить десять. и в то время предложил нам цену, которая втрое превышала ту цену, которую мы заплатили. Все считали, что мы обязательно должны продать. Те двое соседей уже согласились, а мы были в середине. И архитектор решил, что он произведет очень большое впечатление на нас, когда он нам покажет план, что там будут десять домов, и вы себе выберете, какой захотите, такие таунхаузы. Мы посмотрели и увидели, что эти дома будут стоять на тех местах, где у нас растут голубые ели, ива, клен, елки, которые Лановой и Ульянов сказали, что они красивее, чем кремлевские. И мы сказали нет. Илья вспомнил, как Высоцкий играл в Вишневом саду, и как он катался по земле и кричал, «Вишневый сад мой! Вишневый сад мой!» И вот Илья вышел на этот наш участок, где росла трава неубранная, стал кататься по траве и кричит, «Вишневый сад мой!» «Вишневый сад мой!» И он на вот этой ассоциации он написал книжку о Высоцком и издал. За годы работы на Одесской киностудии Илья Рудяк поставил множество спектаклей по произведениям Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Юрия Олеши. Публика валом валила на постановке молодого режиссера, который не боялся браться за произведения еще вчера опальных авторов. Илья Рудяк пробует себя и в качестве кинорежиссера, снимает серию короткометражных фильмов, которые с успехом идут в кинотеатрах и даже выигрывают награды на международных кинофестивалях. Модный и перспективный режиссер был заметной личностью в городе. Первые одесские красавицы были бы рады вниманию молодого человека. Но Илья Эзрович не спешил связывать себя узами брака. Так продолжалось до тех пор, пока однажды в летний день 69-го года он не отправился в консерваторию. Наверное, это была судьба, я так думаю. потому что два, две ситуации как-то скрестились в этом смысле. У меня был абонемент на концерты в Одесской филармонии, и я всегда ходила туда со своей самой близкой подружкой. Всегда. Но в этот день моя подружка не могла пойти. Я была одна там, три Башкирова играла. Я пошла одна. Зал был полупустой. Я села там где-то, и ко мне подсел молодой человек, относительно молодой, он старше меня был, Илья, тогда, подсел ко мне и говорит, можно я вам почитаю стихи? Я говорю, да, конечно, пожалуйста. Он вынимает из кармана, он вынимает библиотечка Огонька, стихи Привера, Жака Привера. Открывает книжечку и читает. Но я про себя подумала, тоже мне фокус. Из книжки я сама тоже могу читать, я думала, это будет на память, но это так, шутка, конечно. У меня была очень строгая семья. Я, если я куда-то шла, если я шла в филармонию, что я регулярно ходила, это были регулярные концерты, родители знали, что я где-то в 9.5 всегда дома. Но тут мы прослушали весь концерт, концерт закончился, и Илья говорит, да, он меня спросил, как меня зовут, а я не особенно свое имя выдавала на гора по первому требованию. Я сказала, что меня зовут Наташа. Ну, Наташа, Наташа. Закончился концерт, и он говорит, можно я вас провожу домой? Я говорю, окей. Я не сказала, окей. Я сказала, ладно. он говорит, но до того, что я вас провожу домой, нам нужно будет проводить домой одну мою знакомую, которая живет в другом направлении от филармонии. Опять же, я была очень, так сказать, скромным человеком, и я уже сказала, что он может меня проводить домой, но неудобно отказать. мы пошли провожать его знакомую, его знакомую. После того, что мы ее проводили домой, мы пошли по направлению к моему дому, подошли к моему дому. Наша квартира была на втором этаже, и вместо половины десятого уже была половина одиннадцатого, потому что это все пешочком. мама моя из окна уже выглядывала, наверное, полтора часа, где дочка. Дочки нет. Я себе представляю, это только родители могут думать, в смысле понять, что значит, ребенка нет дома, хотя ребенок уже взрослый, сам ходит в филармонию и так далее, и тому подобное. И мама из окна кричит, Олечка, «Что случилось? Почему ты так поздно?» А Илья так смотрит на меня, говорит, «Как вас зовут?» Вот такая у нас была первая встреча. Но, конечно, он был очень харизматичен, и вы это знаете. Эта харизма абсолютно не испарилась за все годы жизни. И мы начали встречаться. Где-то полтора года мы встречались, а потом поженились. И моя супруга, которую никто не знает. Как это не знает? Я все знаю, но она необычайно скромна. Она родилась в Одессе, и никто не поверит, что она одесситка, потому что она прекрасный музыкант. Она прошла всю одесскую школу, от музыкальной школы до училища на этом самом, на Петра Великого. И рядом тут же была консерватория. Через это все прошла одесская девочка Уоля, которую я встретил однажды на лестнице в этом самом нецефилармонии. Она бежала в таких, была в зеленом костюмчике и в очень высоких цараках. и она бежала и у нее такие хорошие ножки. Правильно. Быстро. А коса у нее была до сих пор. И я думаю, вот эту девочку, я должен с ней познакомиться. И вы знаете, я все-таки там с ними познакомился. А потом она стала в моей жене. Браво. Мы живем 40, почти, мы живем почти 40 лет. Но 38 это точно. Так прекрасно развивается карьера и в какой-то момент все-таки принимается решение об эмиграции. Я понимаю, что тогда это было такое поветрие просто среди интеллигенции, особенно в Одессе. Но что подтолкнуло вашу семью? У нас была история именно семейная. Мои родители, мой брат. Мой брат уехал первым в Израиль в 1972 году. Отец мой, который занимал очень большую должность и был тоже очень известным человеком в Одессе. Один из буквально горстки евреев, который был директором фабрики. Мой отец отказался от своей карьеры, от своей работы для того, чтобы мой брат, старший брат мог уехать в Израиль. Папа знал, что когда станет известно о том, что сын уезжает в Израиль, что ему предстоят неприятности. Он не хотел неприятностей. Он до того уволился со своей должности и буквально можно сказать вытолкнул моего брата из Одессы в Израиль, когда только ворота открылись в 1972 году. Брат уехал в тот день, что я играла свой выпускной концерт в консерватории. Так что я со своего выпускного экзамена прямо поехала на вокзал или побежала скорее, потому что ехать было там машин не было конечно не на чем. Мы проводили моего брата и тут родители оказались между двух огней. С одной стороны сын за границей, дочка здесь и мы уезжать не собирались. Илья был известен, у него репутация была очень широкая в Одессе. Он занимался любимой работой и никаких абсолютно позывов к отъезду не было. Все было связано с языком, потому что это была его жизнь. И понятно, что уехать в другую страну это значит начать все с нуля, плюс изучать новый язык и что делать. Так что у нас планов на отъезд не было. Однако обстоятельства сложились так, что в 76 году родители Ольги тоже отправились в эмиграцию, а она осталась в Одессе с мужем и недавно родившимся маленьким сыном. А потом была интересная история. В Одессу приехала американская пара по контракту муж имел контракт на работу в торговом порту Величевске, что под Одессой, недалеко от Одессы. Жили они в Одессе, он работал в Величевске, и наши друзья нас познакомили с ними. Мы несколько раз встречались на нейтральной территории, и как-то раз они сказали, что они едут в отпуск в Америку, а жили они в Чикаго, и говорят, что если хотите, мы можем от вас привести привет к вашим родителям, и тогда мы, когда приедем, мы расскажем, как родители ваши живут. Ну, конечно, это естественно, что нам этого очень хотелось. Перед отъездом они только успели нам сказать, какие вы счастливые, что вы не знаете, какие вы несчастные. Вот, уехали, и где-то через пару недель они вернулись, и позвонили нам по телефону, сказали, что вот мы приехали, мы можем прийти к вам и рассказать, как ваши родители живут, там все в порядке, так что вы можете не беспокоиться, но мы вам можем передать живой привет. И вот впервые, что они к нам пришли в гости, видимо, в детском мире, в нашем детском мире, там на улице Ленина, они купили детскую машинку, которую привезли в подарок для нашего сына. Мы провели очень хорошую встречу, и в скорости одним прекрасным вечером, где-то в 6 часов вечера раздался звонок в нашу квартиру, и Илью пригласили в КГБ. В КГБ сказали, что мы хотим с вами поговорить ненадолго, это буквально несколько минут. Я ждала час, я ждала два, я ждала три, четыре, где-то примерно в полночь Илья вернулся из этого заведения. Оказывается, там его четыре часа уговаривали, убалтывали подписать газетную статью, в которой гневно обвинялся американский сионизм, и футбись Ильи нужна была для престижа, но у Ильи была такая черта характера, что он не уступал на принципиальной основе, то есть, если надо было обвинить кого-то в чем-то, что абсолютно было неправдой и не имело никаких под собой фактов и оснований, он отказался, он отказался и отказывался, они ему угрожали, они говорили, что мы знаем, что у вас родители там, и учтите, у вас молодая жена, у вас маленький ребенок, вы потеряете работу, вы будете голодать, вы не сможете жить, все что угодно, но уговорить Илью было невозможно, если он считал, что что-то должно быть так, а не иначе, значит, это было так, а не иначе, он отказывался и говорит, что потом зашел какой-то генерал, зашел в эту комнату, где происходила эта комедия вся, или трагедия, или фарс, или драма, и сказал, ладно, нечего тратить время на него, это вы что, уже не видите, он уже не здесь, он уже там, пусть идет. Дальше начались стандартные мытарства, через которые проходили все, кто был, как говорится, в подаче, увольнение с работы, поиски хлеба насущного и непрерывные думы о новой заокеанской жизни. В это время Илья Эзерович, чтобы обеспечить семью, начал заниматься антикварным бизнесом, и поэтому стал часто бывать в Москве, где познакомился и подружился с вдовой Соломона Михоэлса Анастасией Павловной, которая ввела его в круг московской богемы. В конце 70-х Илья Рудяк тесно общался с Фаиной Раневской, Ростиславом Плятом, Серафимой Рошаль и многими другими представителями театральной элиты. Раневская Фаина. Я написал в отношении Фаины Раневской самую короткую, но очень дорогую для меня эмигрант. Я ее очень хорошо знал и в жизни, и общался, но мало. И я тогда был настолько беден, что у меня даже не было фотоаппарата, чтобы снять ее. Ужас какой-то. Я никак не могу простить. Украсть надо было фотоаппарат. Ну, короче, Фаина Раневская. Я написал «Подкидыш был, была весна, был шторм, и дальше тишина». Это все ее спектакли. Вы понимаете, ничего не добавлено. Вот эти годы, два с половиной года в отказе Илья ездил в Москву, но также и в Ленинград. И в Ленинграде он подружился тесно с художником Анатолием Капланом, очень крупный еврейский художник. Напельбаум, известнейший советский фотограф, уже к тому времени покойный, конечно, но с дочерьми его Илья познакомился и тесно подружился. И вот перед нашим отъездом и Каплан, и Напельбаум, и Михоэлс одарили Илью богатейшими картинами, афортами, фотографиями чемодан Михоэлса, который с Михоэлсом он привез из Америки этот чемодан. Михоэлс был в Америке с миссией еврейского комитета, антифашистского еврейского комитета в конце войны по сбору средств на борьбу с фашизмом. И здесь, в Америке, тоже он получил какие-то подарки, ему нужен был чемодан, чтобы везти в Россию все, что там было, а такого чемодана у него не было. он зашел в мастерскую, где делали чемоданы на заказ. И оказался еврейский человек, который держал эту мастерскую, его звали Игорь. Игорь сделал на большом, тяжелом, качественном чемодане надпись «Михоэлсу от Игоря». И вот этот чемодан Анастасия Павловна Михоэлс подарила Илье вместе с некоторыми еще фотографиями, афортами оригинальными и другими материалами о Михоэлсе. Илья привез этот чемодан в Одессу, а потом с этим чемоданом мы приехали в Америку. Илья здесь написал по этому поводу рассказы и стал книжку «Чемодан Михоэлса». Еще когда мы сюда приехали, мы вообще ничего с собой не привезли, кроме книг и фотографий. Больше абсолютно ничего у нас не было. Потому что там у меня от мамы остался золотой браслет и ожерелье аметистовое, которое мне не позволили вывезти. Значит, я их оставила подруге. А вот книжки и фотографии мы привезли все с собой. И когда мы приехали и багаж где-то через полгода только пришел там, он был в больших таких деревянных ящиках заколочен. Когда мы эти ящики распаковывали, на одной из доски, которая была поперек, по диагонали там, скреплен был чемодан, этот ящик, там было большими буквами написано «ДУРАК». то есть все везли какие-то, наверное, ценности, может быть, посуду, может быть, я даже не знаю, честно говоря, я не знаю, что люди везли, может быть, ковры, я не знаю. Но факт тот, что никто не вез только книги и фотографии. И вот таможенники, которые думали поживиться, потому что они действительно, они наживались, они, когда они просматривали багаж, они его заколачивали, все, и потом они знали, где что лежит, потому что они сами упаковывали. Значит, они прекрасны, я знаю несколько случаев таких, когда люди сюда приезжали, они платили таможенникам, чтобы провести бриллианты и золото. Я действительно знаю такую историю. Приехали сюда, мало того, что таможенники с них сняли хороший куш, чтобы позволить провести эти драгоценности, когда люди приехали сюда, никаких драгоценностей в помине в их багаже не было, то есть полный грабеж был. Они были очевидно очень огорчены, что у нас нечем было поживиться, так что вот этот дурак так и остался. Песня моря. Я позабыл о всех любимых, покинул дом родной, прощай, себя доверил волнам синим нести в обетованный край. О, ветер, путь маячит длинный, гони корабль на берег тот, куда стремится дух орлинный, где пальмы, где лимон цветет. Дай мне добраться без потерь и возвратись домой назад и постучись к любимому в дверь и расскажи я счастлив, рад. О том, как сложилась судьба наших героев на новом месте мы поговорим во второй части программы ровно через неделю. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин